Ваишмай Исхой И слушал Итро Кто такой был Итро? Того пишет Коген Медьян Коген мы знаем и знакомы это слово уже Колено Коганим Коген это из двух комментариев Из двух вариантов, что такое Коген Медьян Он был Коген Правитель Есть тут перевод, перевод по своем роде Это тоже комментарий Для того чтобы переводить Надо хотя бы сдерживать Какое-то определенное мнение Поэтому мы когда смотрим В святом языке Там он еще открытый Что такое Коген Мы находим в Раши Комментатор Раши Раши поддерживает В своем комментарии Дословное объяснение Не перевод Перевод занимается Онкелус Онкелус это тот который Я там по еврейских Обычные Хумаши Мы видим Онкелус Онкелус это был Во время Танагим Человек который Пленел Гиор И переводил Весь Тору На то время Очень распространенный язык С виды Арамит Арамит Который пользовались Потом применяли В описании Книги Зоа Который потом Применяли В описании Тальмуд Павелонский Тальмуд И Русалимский Тальмуд Поэтому Онкелус В зале Переводил Тору На Арамит Как мы говорили Перевод Это тоже Комментарий Поэтому Он более дословно Идет Раши Расширяет Это На комментарий Который Объясняет Слова Мы сегодня Это встретим Несколько случаев Когда Раши Говорит Что такое Коэн Медиан Что значит Он был Коэн В государстве Медиан То есть Два варианта Первый Что он Был Правит Как В этом Комментарии В этом Перевод Комментария Указано Второй Что он Был Богослужицем Не Богослужицем Единое Богом А Идол Идолопоклонничества И действительно Про Итро Рассказано И еще Стретим Это Поэма Слова Что он Разбирался Во всех Видах Идолопоклонничества Которые Тогда Существовали В мире Идолопоклонничества Их Всеслужил Он Был Непросто И Непросто И Правит Получается Что он Непросто И Правит Потому что Он был Такой Высокий Моральный Человек И Кроме Он Был Все Что Сделал Всевышнему Моисей И Народа Его народа Израиль Именно Ки Гой Ци Один Ной С И С С Мемец Что Всевышний Ривер Израиль Из Египта Очень Простое Вроде бы Приложение Но Тут Есть Очень Интересные Несколько Вопросов Которые Сразу Надо Заниматься Первый Когда Мы Встречаем Про И Тро Мы Должны Понимать Весь Глоба Тору Глоба Тора Непростая Которая Рассказана О Даровании Тору Названа В честь Не Еврейских Человек Не Из Еврейского Рода Не Сына Враам С Хак Яков Он Правда Есть Моисей Но Он Не Еврей Еще Не Еврей Пока Не Еврей Когда Мы Говорим Об этом Пока Не Еврей И В честь Него Написана Вся Глава По Дарованию Тору Почему Так Поэтому Сразу Касается К этому Мудрецов Говорят Что У Этого Кроме Того Что Он Ген Медян Как Мы Говорили Правитель И Культа Служица Кроме Того И Тору У него Семь Именно Каждый Семь 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 Именно Каждый Итро Вот Это Седьмое Имя Которое Она Устроена Из Двух Частей Йетер Йетер Это Назвали Его В честь Того Что Он Дописывал Дополнительный Глав В Тору Который Мы Потом Учим Какой Глав Тор Дописал А Во-вторых Итро Еще Добавили Буква Вав У Еврейский В Афавит Поэтому Это Итро И Не Йетер Из-за Того Что Он Семь Гиво И Книги Зор Габавит Что Если Бы Итро Не Пришел И Не Сказал Похвалить Богом За То Что Он Делал Вам Народа Израиля И Спасал Вас От Египта Тору Не Была Дана То Роль Итро Очень Критична В Нашей Главе Очень Интересно И Надо Безвитивно Понять В чем Именно В чем Именно Его Критичный Род Когда Мы Читаем Очень Интересный Описание Рамбама Как У него Есть Привступление К Книге Мишну Очень Известное Привступление Которое Писал Рамбама И Он Пишет Какой Цель Есть В Обучении Тору И Выполнение Заповедей Какой Цель Хотел Псевишну Достигнуть Достичь Знания Применять 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 Что он Хотел Говорит Говорит Рамбам Он Объясняет Это Очень Очень Долго У него Такой Целое Объяснение Почему И он Доходит До Определенной Определенной Вершины И Объясняет Что он Хотел Что Человек Будет Мудрый И Знаток В Лучшая Мудрости Которая Существует То есть Понимание Единства Бога Если бы Думали Что Амбам Какой-то Фанатик Религиозный Ну Амбам Совсем Не был Фанатик Амбам Был Врач Не просто Был Врач Он был Ученый Он был Великий Врач У него Есть До сих Пол Сохранившие Книги По Медицину Который До сих Пол Много Частей Медицины В мировой Обоснован На его Заключение Он Стал Потом Когда Его Брат Который Спонсировал Его Учеба Умер Он Стал Потому Что Зарабатывает Деньги На Жизни Глав Врача Султана Турецкий Султан Он Достаточно Очень Серьезный Человек Мудрость Это Мудрость О Единого Бога И Второй Что Человек Будет Выпольнять Все Запад И Поэтому Мудрецов Говорит Говорят Что После Возвушения Храма У Всевышнего Ничего Не Осталось Кроме Четыре Локтей Выпанения Галаха Галаха То есть Закон Тур А что Четыре Локтей Я не понимаю Действительно Очень странное Выражение У Мудрецов Так Рамбам Объясняет И Ничего Не Понятно Что Он Хотел Сказать И Есть У Луковича Скрип Очень Очень Красивая Беседа Которую Он Объясняет Что Такое Четыре Локтей В Закон То В Субботу Написано Что Человек У него Есть Свой Место Место Которое Он В Нее Может Двигаться Не Нарушая Закон Субботы Допустим Когда Он Находится На улице Когда Мы Находимся На улице Обычная Улица Мы Не Можем Взять В Карман Что То И Ходить Да А В Пределах Четыре Локтей Могут Двигаться А Четыре Шага Четыре Локтей Это Определённый Размир Определённый Размир Это Примерно Два Метра Ну Примерно Два Метра Почему Мудрецов Определили Что Четыре Локтей Это Размир Четыре Локтей Четыре Так Мерили Мудрец Решили Мудрецов Что Это Принадлежит Человек Потому Что В основном Человек Рост Три Локтя Метр Восемьдесят Метр Семьдесят Метр Шестьдесят Три Локтя Когда Он Поднимает Руки Максимум Ну Плюс Минус Два Метра Вот Это Два Метра Вот Дали Человек Ребе Говорит Что Это Очень Очень Странное Определение Зачем Надо Определить Человек Когда Он Поднят Руками Человек Так Не Ходит Никто Не Ходит Так Только Очень Определённые Приятные Узлобия Да Зачем Так И Ребе Объясняет Что Если Мы Будем Вникать Во Всех Виши В Тору И Заповеди Сделанной Из Трёх Элементов А Четыре Добавленные И Совершенно По-другому Меняет Вес По-сути Например Есть Четыре Частей В Учении Тору Пшат Пшат Это Значит Понять Да Ремез Это Как Загадки Внутри Тора Целая Такая Система Загадки Есть Друж Медражи А Над ними Есть Сод Каббала И Когда Обычный Человек Изучает Он Доходит К Учения Обычная Часть Пшат А Потом Он Доходит Еще Усилывает Себе Учения И Может Уже Понимать Загадки Которые Заложены В Тору А Потом Еще Доходит К Драж Медраж Это Еще Сильнее Это Еще Все В рамке Человеческой Человеческой Способности Когда Человек Доходит К Сод Секретной Часть Тора Он Меняет Себе Не Только Он Не Только Добавляет Себе Тема Он Меняет Все Погода Дожив Я Понимаю Что Это Сложно Как Это Понять Объясни Я Могу Одевать Филин Как Мужчина Должен Одевать Филин Почему Я Должен Одевать Филин Почему Написано В Тору Я Должен Одевать Филин Потому Что Написано В Чтении Шма И Еще Два Главе В Тору Что Человек Мужчина Должен Одевать Утром На Руку И На голову, аплодированный кубок, который там будет что-то написано. Он должен это делать утром. Потом он должен, хочет как-то поощрять свои границы и понимать, что там должно быть. И он заходит уже в сфере, которая касается кмедлыши или в драж и в ремес, и он получает уже понимание, что тфилин находится напротив сердца, потому что сердце обладает чувством у человека. И когда одевается тфилин напротив сердца, тогда чувства меняются тоже, это как будто бы как связи, которые направляются к своем сердце, и он ослабляет свои чувства. Чувства принимают уже более облегченные формы, и они готовы принимать чувства, которые касаются тоже к духовности. И человек ложит тфилин над головой, рядом с мозгом, потому что в мозге, в разуме находится больше Божественная Душа. И он принимает к себе большей силой воспринимать учение Тору, воспринимать вопросов Тору и так далее. А потом, если мы идем в каббалистическую часть, в Хасидут, там мы уже понимаем, что Божественная Душа имеет неперерывный связь с Виасом. Есть в Божественной Душах той корень, душа, которой никогда, ни в каких обстоятельствах, даже если человек научит весь закон Тору в жизни, никогда не будет перерываться в свое отношение с Богом. Поэтому, когда человек одевает тфилин, он соединяет своим корень душой внутри логика. Логика меняется. И когда человек одевает тфилин возле сердца, он как будто бы порабашает животное Душа, которое в ее центре и базе находятся в сердце, и он дает ее быть подвластным разумом с человеком и Божественной Душой. То когда человек учит вот это, он как будто бы обогашал все предыдущие обучения. Все предыдущие обучения получают другую окраску. Растопиться по-другому. Человек, который учит Кабалу, это же должен быть очень многогранен, там за сорок, ну как бы начинающий же не может это сделать. Ну мужчина за сорок, у меня детьми, которых очень хорошо знают Тору. Да, да. То есть если ты не знаешь Тору, то Кабалу учить по парам. Вы правы, вы очень хорошо, вы очень правили. Почему это так? Потому что Кабала сама написана, ну как это объяснить? Я услышал очень красивую историю. Меня, я услышал от этого человека, которого услышал от мамы Львовича Скирея. Ее муж, Набивицок, был главный рабин в Екатерии Муслава сегодняшней, Днепропетровск. У Львовича Скирея, кроме его отец, которого был реально очень, очень гениальный человек, у него был брат очень известный, Агилейб, потом умер в Тель-Авиве. И они, то есть Агилейб, и Екатериябе, и его отец, были очень, ну, неуверенно гениальными людьми по учению Тору. И вообще в жизни. Агилейб потом был преподавателем в Окспорт, в институте. Их отец, иногда пришли к ним математики, просить помощь, загадки, всяких вопросов математики. Они были, наверное, не могли равны. И Львовича Скиреябе, это было известно, было очень такое, просвещенное во всем, что только было. И дома каждого из них был стиль обучения. У отец, Аблига Яцок, который был равен в Днепропе, он был каббалист. И он все смотрел и говорил. Есть такой определенный язык в использовании языком. Или через гематрия. Гематрия – это математические числы, слов. Или в таком-то ключевом слове, которые включали в себя по сути того, что он хотел сказать. И так он говорил постоянно своих сыновей. Абли Лейб, он был из такой темы в учении Туру, которое называется хакира. Не объясним сейчас. Это другое воспользование тоже слов. Абли Лейб, Абли Лейб, Абли Гори, говорили обычно. Так они называют обычно, как всех. И дома они могли между собой спорить в учении на протяжении три недели. Три недели. в споре по учению. А как отец говорил своих мнений в кодовое выражение. Написано там и так, и так, и так. Значит, это похоже на атрибут Манхут. Отвечали ему свой сын Абли Лейб из выражения хакира. Тоже какие-то кодексы какие-то выражения. И ребята отвечали им по-своему. И их жена мама говорила. Самое интересное было, что они очень хорошо друг друга поняли. И общались так на протяжении недели понимая понимание полностью друг другу. То есть это других языков. Почему я так говорю? Когда говорят, что нам нельзя взять книги Зоа и изучать книги Зоа, на самом деле вопрос сорок лет это не сорок. Это состояние сорок лет. Я могу быть уже сорок сем но не в состоянии сорок. Это определенное состояние в обучении, подготовка, восприятие. Почему? Потому что если почитаешь и подумаешь, что ты понимаешь, хоть у тебя будет 20 лет ты можешь себе помнить, решил, что умный, читал, решил, что понял, и из этого делал выводы вообще не такие. У нас многие не евреи кабану лучше. Хорошо. Есть того, что спустил к нам от Большевтога, потом Реальдеребе, они взяли не кабану, как зогу, а взяли те отрывки, которые нужны для восприятия обычного человека в Единое Богом, который является одним из заповедей второго. Мы должны читать каждое утро в Шмайсар, написано, что в Вишне один, один как один? Один, один, а я тут что? Всегда говорят, что там Шмайсар, что в Вишне один, кроме меня. Есть тоже я. Какой один? Или понимать, как написано второго, Вио-да-ту-га-йо-йо-им, ваше Вейсар-а-у-де-ха, понимай сегодня, понимай это, и приближешься к себе. Что? Что есть в Вишне? Как это понять? Есть в Вишне, хорошо, есть в Вишне. То есть Хасидут пришла и привела к человеческим языкам то, которые были достаточно скрыты до сих пор в учении обычной отворы. Потому что Тормут не занимается этим напосом, Шлухарух не занимается этим и так далее. Но мы ушли из этого темы. Поэтому также мы видим вот этого вопроса 4, мы видим допустим храм. храм как храм Довустой. Была Азара. Азара это место, где все могли попасть туда. Азар Нашим, Азар Исраем. Место, где без мужчин могли быть или все женщины могли быть. А потом был порог. Не порога, отметка. Это был Ихал. Ихал это место, где находились только любви и кое-негу. Они провели там службу. А потом был уже шатер, где находился святая святых. Святая святых находился только глава служебной и только раз в году. И только раз в году. Это три частей. А в святая святых находился ковчег Рона Кодыш и внутри него сквежали. В чем было отличие между святая святых и местонахождением ковчега? Очень просто. Мудрецов пишет, что размер святая святых было 20 локций. 10 метров плюс минус. Размер ковчег был 2,5 локций. 2,5 локций. То есть размер указан на втором какой размер должен быть. Я находился посередине зала. То есть получается, что если мы отнимаем 2,5 локций от 20 должен быть из одного стороны. 8,5 условно и там и там. А мудрецов говорили, что на удивление, когда мерили из стен стену было 20 локций и стен до ковчег было 10 и с другой стороны ковчег без ковчег самой стену было 10. И поэтому мудрецов называет это арон мидар шейном минамидар ковчег в расчете если не в расчете 2,5 но она не считается. Он не в расчете. То есть получается, что была помещение и она была помещение отметила по чертежам определенные условия, но она была выше этих условий. То есть другими словами мы видим еще раз как как будто четвертый элемент возвышает трех перед души. Так же человек есть разум. У человека есть эмоции. У человека есть одеяние. Одеяние это мысль, речь и действие. Но есть выполнение. Его обязательство выполнение. Когда мы говорим, что мы проверим человека, как мы проверяем человека? На тело. Я говорю, я люблю человека. Покажи ему, что лучше. Не хватит я люблю. Подарок есть? Ну что-то покажи. То есть не надо меня говорить. Тоже самое когда мы говорим я еврей. Покажи что ты еврей. Еврей в сердце это покажи. Наделок где ты идешь? Мне все можно попробовать. Почему? Надо выполнять заповеди. Вот именно это и есть четвертый элемент, который доказывает нашей чуть-чуть застрелим. Продолжаем дальше. Дальше. Что написано здесь? Что когда Коэн и когда Итро пришел, он что-то услышал. И мудрецов спрашивает что услышно спрашивает что он слышит? Что такое услышит? И они отвечают он услышал три вещи как шел ман помните что такое ман и без пляж второй как появилась колодец потом расписано оно на мильям колодец мильям колодец с водой третье он услышал война с Амалихитян и кроме того он услышал про открытый Красный море Араши какие объяснения что услышал что услышал ядро которое отталкивало его приходить он говорит открытый Красный море и война с Амалихитян и сразу спрашивает вопрос секундочку написано вторую зачем он пришел он услышал что что произошел и поэтому пришел что за вопрос зачем блаши должен комментировать мудрецов должны комментировать причина почему приходить ну почему приходить потому что он услышал все объяснение тоже очень простое и ядро и восхищаться всего что произошло с еврейскому народом дума он был важный человек мы говорили он очень большой человек зачем ему приходить в пустина должно было быть какое-то новое случая, который его толкнуло приходить. И Раши выбирает два причина. Открыть Красное море и война с Армаликатя. Почему? То есть, происходит следующая ситуация. Выход из Египта, 10 казней, его не убедили, что надо приходить соединиться снова до Израиля. Не убедили. Вышли к Красному морю, он говорит, «О, интересно, уже есть причина». Но он ждет. Начал ходить к ним ман, небесный хлеб, недостаточно, это не убедительно, не надо приходить еще. Дают им, я не знаю, там славу, приходит масло из неба, там, птицы вкусные. Недостаточно. Колодец, недостаточно. Но когда пришел молек воевать с Израилем, «О, эта причина, давай пойдем». Как-то странно. Не задумали? Ну, странно. Два причина, которая написана, почему он пришел, война с Армаликатяем и открытый Красный морем. Есть у рыбалческой репешки очень интересное предложение. Он говорит, Итро был очень глубокий человек, он же разбирался во всех идолопоклонничествах. Что такое идолопоклонничество? Почему вообще людей обращаются и для напоклонничества? Ну, мы же понимаем. Даже, как-то назовем, воспитанные Советского Союза понимают, что, ну, Бог Солнца. Ну, глупости какая-то. Бог Луна. Ну, глупости какая-то. Зачем? Зачем молиться им? Особенно вот этих Будды, которые, кукла, толстенькая такая, надо молиться. Зачем? Ну, это глупо какая-то. Зачем? И Рамбам сразу объясняет в законах про Абудазава, по идолопоклонничеству. Что такое за идолопоклонничество? Он говорит, нет, это не глупо, ничего, ничего подобного. После Нуаха сыновья Нуаха, то есть внуки, правнуки Нуаха, у них не было сомнений, что есть Бог. Ну, поток был. Они же знают, дедушка тут был. Да, ну, знали, что есть. Еще, причем, Шем и Ефет, у них было бет-медраж, у них было дом учения, у них учился, был один из их учеников, очень известный Яков, когда он бежал клаван. То есть они могли все сыновья Нуаха, и Шем, и Хем, и Хам, и Ефет, приходить к дядям и спросить, есть Богом? Ну, есть Богом. Но в чем проблема? Почему у Авраама было так сильно и дело поклонничество у всех там? Объясняет Рамбам, что они не были глупцы. У них была очень весомая причина так думать. Они считали, что Бог, Он творец всего сотворения. Но мы же не придем к Богу и попросим у Него давайте, дайте нам дожди. Зачем ему заниматься дождем? Как там мыль, как-то-либо. Зачем Богом заниматься выздоровлением и Петя или Василия? Давай попросим у него какое-то солнце. Мы знаем, когда солнце появляется, становится, становится, легче, больнее. он Бог солнца. То есть, они понимали, что есть причина делегировать, совершенно делегировать. Я же не обращаюсь в президент получить местный бюджет. Надо как-то по-другому. Или по-другому, да? В Украине это по-другому, наверное. Тут прямо в единую Богу. То есть, надо делегировать власть. Вот, совершенно делегировать. И это не глупо. Те, которые занимаются каббали, это одна из причин не заниматься каббали, не понимая, о чем это и то, чем это и третье, знают, что ангели по всех миров, Блия, и Циран, и Я, они являются фильтры. Они сужают святость, которая приходит в этот мир. и они переброшают этого силу сотворения на такую мелкую узкую силу, которую может переброшать в корову, в ослом, в камень. Помните, если вы помните, в главе перешить, написано, что Адам был очень мудрый. И все вишне, так написано, в мидраж говорил ангелам, посмотри, посмотри, он умнее вас. А что так умно было у Адама, он мог придумывать название всех сотворенных. Ну, в чем проблема? Будем сидеть, будем писать имен, что мы такие умные, найдем там 2000 имен всяких разных растений. Что так тяжело? Адам увидел, как бка, который находится на поле, кушает трава, он пра-пра-пра-пра-пра-правнук, тот ангел, который находится у божественной трон, который называется лицо бка, как написано в пророк Ихаскел. Написано по Ихаскел, по Ихаскел рассказывает, что он видел трон Всевышнему и там было четыре образа. Образ человека, образ орел, образ лева и образ быка. Это четыре ангела, разных ангелов, которые отвечают на много вопросов материальной жизни. И он видел, прямо как этого быка принадлежит ангела. То есть этих людей, которые начали лидера поклонничества, они были глупцами. Они были вот такие, которые учили каббалать без подготовки. Они видели в этих атрибутах ангелей или какие-то проявления силы делегированной должности к свящному. Вот это отвечает на этого, вот это отвечает на этого, вот это отвечает на этого. И когда мы говорим, что Итро был великий человек, потому что он пробовал служить все виды идолопоклонничества, это означает, что Итро был настолько великий человек, что он знал все виды атрибуты, ангелы, все вишние силы, какие-то структуры, которые спускают сюда той божественный поток, который нужен для сохранения мира и суши понимания мира. И когда вот это произошло, говорит Раши, открыто Ямсуф, открылся Красное море, и война с Амаликатян, он понял, что теперь надо соединяться сам совмещением. Как это связано? Он говорит так, когда было открыто Красное море, что это значит открыто Красное море, вода открылась и перевратила внутри в сушу. Вода, когда она закрыта, под водой ничего не видно. Когда ты находишься над водой, ты ничего не видишь. Понятно, что там есть живность и бесконечность больше, на суше. Но я не вижу. Это называется в словах Хасидут мир скрытый. А когда было открыто Красное море, как будто вытащили на лужи все скрытое. То есть все Вишны когда открылось Красное море написано, что когда открылось Красное море, в Красное море, в это время открылось всех моря по всему миру, и даже в небесных морях тоже открылись. Что это означает? Что Божественно было показано наружу. Вот показание. Что было показано? Было показано, как Всевышний все держит под своих контролем. Что и было поклонничество, атрибуты они бессмысленные. Они неправда. А что случилось после Красного моря? Война с американцами. Как американцами обнаглился так, что он пошел в войну с все очевидно, понятно, что есть Бог, понятно, что он выявил в геи в Египте, понятно, что он их дорожит, понятно, что он хочет даровать им дорожит. Как вы наглые пошли на войну? Это означает, что все, что касалось божественности, было действительно открыто и видно, что есть Бог, что есть единый Бог. Но вместо зла там ничего не изменилось. Амалек, он олицетворяет противоположен божественности. Потом остался в целостности. Поэтому говорили тросы геи. Теперь я, который считал всех других богами как боги, должен приходить ко Всевышнему и признаться наконец-то, что я признаюсь, что правда есть только у Единым Бога. Только у Всевышнего. Понятно и слишком возвышенно. Понятно, все. Нормально, да? А можно вопрос? А, или он так как не был не евреем, он же и других агитировал быть идолопоконниками, ну, и трос. Но есть история про другого царя, который перешел в долопоконнике, и ему это все равно было не прощено, потому что он всех других проагитировал быть агитировал в принципе делал то же самое, но как бы ситуация подается с другой точки зрения, или потому что он не был евреем? Первое, мы говорим о додарования Тору. До дарования Тору все было по-другому, но главным, вы говорите о Ярован Беневат. Ярован Беневат, он жил во время после Сан-Соломона. Да, да, да. Он делал воскол, он был на роде и на самом деле Ярован Беневат, не только встой человек, он был один из мудрецов, и весь народа на той поколении, у него была проблема, у него появилась власть. И он власть боялся терять. Он считал, что если евреев пойдут в Ярославль и увидят, что Ярославль царь сидит на трон в храм, а он еврейский царь, израильский царь, с 10 поколений рядом с ним, не может сидеться в храм, то они потихоньку отойдут от него и пойдут в Ярославль царство. Поэтому он решил сохранить в своем троне, выдумывать и делопоклонничество и заплышать им, ходить в Иерусалимский храм. Там это было совершенно долгого беда. А, то есть проблема в том, что он как бы знал, но все равно у него это было, он сам начал согрешить, несмотря что он знает, и он заставил других согрешиться. А Итро это было додорование тоже согрешения по-другому в Супер и опционе по-другому. Следующее. Будем двигаться дальше. Пока нормально? Не слишком тяжело? Нормально. Нормально, да? Я хочу еще два тема коснуться. Мы будем переходить сейчас. Давай посмотрим на русскоязычный перевод. Сразу будем переходить. Это получается в 119-я страница. Посередина тут есть 13-я страница по этого. Тут рассказано, что после спуска из гори Синай, когда это было, давай посчитаем. Мы еще не знаем это, но это расчет, который надо знать уже сегодня. то есть получается так. Дарование Тора было 6-го или 7-го или 8-го Севан по разных мнениях, неважно сейчас. Муша поднялся в гори Сина, спускался на 40-е в ней, встречал евреев с идолопоклонничества Золотая Телца. На следующем утром, это было с 11-го Томуза, на следующем утром он поднялся на 40 дней в небесах упрашивать всевышное прошение, спустился, сообщил евреев, что вам прошено, прошелся, прошелся всевышное и на новый месяц Элюль он поднялся во второй, в третий раз, получается, в горе Синаи, для того, чтобы получить новые скрижали и спустился на 10-го Тешире. 10-го Тешире предназначено день прошения Йом-Кипур. Следующим утром, вот это случилось, следующим утром начинает муше принимать жалобы. Можете почитать это по-быстрому, по-русскому языку, и они не прочитают все. То есть, он начинает судиться, ну, можно представить, 600 тысяч только мужчины, да, 20-ти до 60-ти лет. Вот таком количестве твои женщины, и еще детей, еще стариков, ну, наверное, несколько жалоб, там, еще евреев, можно представить, сколько жалоб появилось, да, еще полгода он не судился. То есть, начали навалить на него людей. Вот, начинает судиться, и Итрук к нему идет и говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты сам судишь всех? Ты, ну, у тебя не получится так, так нельзя. И говорит, ну, я хочу просто доносить им слово Всевышнему. Он говорит, иди к Всевышнему, спроси у него возвращения, назначить под тобой, подбрасывая ваша патронаж. Суть, суть по порядок следующий, на каждой сотне, на каждой тысяче одного человека, то есть, 600 человек, на каждой десятке тысяч, и так, пирамида, начиная с малого, на каждой несколько десятков будет еще один человек, на каждой тысяче будет, еще один человек, на каждой десятке тысяч, на каждой сотне тысяч. И так, Тогда у вас будет, да, иерархия, и будет у вас определенная какая-то пирамида, которая будет делегирована, полномочия в сути, и Муша говорит ему, ты знаешь, давай, пошел, посылай, спрошу в Бога, спрашивай в этом Бога, вот да. Кстати, вот название, вот имя Етро, Етр мы говорили, что он добавил, глава Виттуры это отсюда, вот эта глава придумывала Етро, он придумывал это закон. Эффективный менеджер. Ну все, а что Муша не настолько был непрактичный человек? Он не знал, что не может на 2 миллиона человек судить один? Год и два. Ну это как так? Что он себе думал? По правде тяжело сказать, что Муша, который был, реально вершина способности, интеллект человека, потому что это человек, который принял не просто заповеди, сказал вот, вот это надо берет, вот это надо берет, вот это надо берет. Он получил весь знания в Тору, который включает в себе очень глубокую мудрость, кроме огромный охват и понимание очень глубокое. Настолько, что мы говорим до сих пор, что любое новшество, которое мы учим Тору, уже было сказано о Муша в Горисе. То есть это был неимоверный, неимоверный талант у человека, который у Муша. Он должен был понять такую минимальную вещь. И у него есть уже человек, который помогает ему. У него есть Аро, у него есть 70 старшины, которые помогают ему. Для него это не новая идея, она была у него. Действительно, действительно, ты прав в том, что у Муша есть беседа, которую мы встретим потом в главе недели, мы не дойдем к этому сегодня, вы увидите это в главе недели. Напомните себе, когда заканчивается церемония дарования Тору в 10 центрах, подходить в Рею ко Всевечному, как Муша и говорить не способны. Увы, поговорили со Всевечным сам, мы умираем. И действительно, на каждое слово, которое Всевечный сказал, у них душа прилетела из телесной существования. Они должны были быть оживлены на каждое слово заново и заново. Они говорят, мы не можем говорить со Всевечным, не получается. И Муша очень не любил этого заявления. И он подходит ко Всевечному, говорит, они не хотят с тобой пообщаться. Он говорит, ну, слава Богу, так и должно быть. Он говорит, дай Богу, так и говорит, что так, такая богобоязненность у них будет на веках. То мы делали свое с тобой. Что мы будем делать? Ты поговоришь со мной и передашь ему. То есть, объясняется, что Муша хотел, что у каждого еврея будет личный доступ к Твоцу. Без посредничества. Не хотел посредничества. Он хотел, что у каждого еврея будет личный доступ поговорить с Твоцу. Он хотел нас поднять на своего уровня. Муша не понимал и не хотел понять, что мы не такие, мы не способны быть таким, как он. Мы можем слушать, мы можем принимать, но не видеть Бога. Это слишком нас. Это очень высоко. Поэтому Всевечный говорил ему, хорошо, ты передашь. Пришел Итро и говорит ему, что ты думаешь, что ты, это значит ты, ты должен делегировать дальше. Говорит Муша, вот это я не хочу. Ну ладно, Всевечный сказал, я буду преградой, я буду между ними. Но еще люди будут между нами. Это я не хочу. Я такого не хочу. Говорит ему Итро, не получится, ты не понимаешь, не получится тебе. Поговори со Всевечным. И Всевечный говорит ему, твой тест, не получится так. Нужно делегировать дальше. То есть Муша хотел постоянно, у него был вот такой глубокий любовь к народу Израиля, что он хотел привязать нас как близко к Богу. А мы, поскольку что-то мы не смогли это делать. У нас есть еще пять минут или что? Есть еще? Есть еще пять минут? Если есть еще пять минут, мы будем переводить дальше. Есть тут очень интересное. Мы открываем сейчас 121 страница, когда начинается подготовка к церемонии к дарованию Тору. Было бы хорошо почитать потом вот этот весь процесс. Как Всевечный появляется, как Муша поднимается к Всевечному, получает указ, как Евреевка подготовится к дарованию Тору. И тут есть очень интересное описание в 18 строке. Посмотрите. И Гори Синай полная в дым из чего? Из того, что спустился над Него Всевышний в огнем. И там. Когда дальше. Следующая. В 20 странице. строка. Ва Йейред Хашем ангар Синай элго Шаал. Всевишний спустился над гора Синай, на вершина гора. И Раши сразу спрашивает вопрос. Очень интересный вопрос. Он спрашивает, прям спустился на гора Синай? Спустился. Прям спустился, сел себе на вершину гора Синай? Объясняется, нет, не совсем. Почему? Откуда мы знаем, что не совсем? Вот я говорил, 18 строка. Что было в горах? Дым. Дым? Должен быть пожал. Спускается с огня. Что происходит? Вес растения горит. То есть, был пожар. Не дым, а пожар. Отсюда мы понимаем, что Всевишний не спустился с огням прям на горах, а был выше. И как есть по закону природы, когда очень-очень-очень горячо, то от остыни приходит дым. Они начинают сушиться с диму. Вот поэтому дымился весь народ, весь гора. И так же мы видим, мы будем переходить дальше. В 123 страница. Первая строка. В 23 страница. Во 24 страница. Говорил в священной Моше. Котомарль бны Исраэль. Так и скажи народа Исраэль. Атэм ри издэм. Вы видели? Ки мин хашамайм. Гибарти им ухэм. Я из неба с вами говорю. С неба? Не сгаи сыма. Как это получается? И Раши объясняет, Раши объясняет, что Савишна спустился с небеса, и не без небеса, так Раши говорит, над Горисыном, не прям в горах, а на, и постелил, так Раши говорит. Постелил, как будто бы как постель на кровати, постелил своих небеса над горами, чуть выше, но над горами, да, и Его трон, Божественный трон спустился туда. То есть, если у нас было время, я бы дальше объяснил, но это очень-очень красивое объяснение, это для конца. То есть, Всевышний остался во время дарования Тора, был разрушен определенный закон природы, который был соблюден до сих пор. До того, Всевышний раздел отсекал между материальным существованием и духовным существованием. Духовные существования остались всегда вверх, а материальные существования остались с нами. Во время дарования Тору, Всевышний смешиваем между материальным и духовным, поэтому, когда мы берем паргамент и пишем на него свиток, свиток к Мезузу, Мезуза приглашается в святую. Поэтому, когда еврей берет книгу и читает в него Тору, он приглашается в святую книгу, поэтому, когда еврей берет кожей от коровы, переброшает ее в тфилин, он говорит, что она приглашается в святую, у нас есть сил делать материального святой. И вот здесь это завершилось. Всевышний спустился в горе, не прямо над гором, он не смешивался в материальности, над, но так, что он влияет на него, дым выходит от него. И он спустился, как будто бы трон свой посадил там вниз. И все равно надо вспоминать, что есть в небесах, а есть земля.